Началось обсуждение с малого. Сначала депутаты утвердили некоторые положения, отменили вопросы, требующие доработки, приняли решение о том, что отныне контроль за муниципальными дорогами курорта передан Департаменту строительства администрации города. Доложили специалисты о ходе проектирования школы по улице Ландышевой, пристройки к лицею номер 23 и школы в селе Беранда. Здесь подрядчики уже приступили к работам. Что же касается школы на Мамайке, на месте детского лагеря «Ласточка», пока на ее строительство выделено 7,5 миллионов рублей. Для начала здесь необходимо провести несколько экспертиз, а именно геологию и геодезию. Участок непростой, отмечают специалисты. Данный вопрос остается под контролем главы Сочи и городского собрания. Основную же часть сессии депутаты посвятили вопросу погашения задолженности Сочи теплоэнерго. Долги предприятия, как известно, копились годами. И сегодня ситуацию называют критической. Дебиторская задолженность Сочи теплоэнерго за тепловую энергию на 1 сентября составляет 379 миллионов рублей. Из них 331 миллион – это долги населения и управляющих компаний. Крупнейшим кредитором предприятий является «Газпром Межрегионгаз Краснодар». Этому предприятию сочинские теплосети задолжали более 700 миллионов рублей. Варианты выхода теплоэнерго из кризиса рассматриваются на всех уровнях. Ситуации небезнадежно, отмечают власти. В этом году за счет выручки с отопительного периода предприятию удалось оплатить потребленный газ почти в полном объеме. Положительный эффект дал вот новых современных автоматизированных котельных, которые предприятие получило по олимпийской программе. В настоящее время погашать задолженность за газ позволяет и субсидии с городского и краевого бюджета. Погашение задолженности возможно за счет продажи объектов газоснабжения. Общая балансовая стоимость систем газоснабжения, имеющихся в позведении предприятия, на сегодняшний день 262 миллиона. И в ближайшее время мы ожидаем в октябре, в ныне, получить позведение еще от Краснодарского края и Департамента коммунистового отношения на сумму 1,460, 1,5 миллиарда рублей. Это будет один серьезный, самый основной актив. Сам директор теплосети и выход из глубочайшего кризиса видит в разработке инвестиционной программы, вплоть до ремонта внутридомовых систем отопления. Разобраться в сложившейся ситуации прибыли представители ЗСК. Сами свою делегацию гость из Кубани назвали пожарной командой. По документам, которые у нас есть на руках, Межрингаз предъявляет в Сочи Теплоэнерго 865 миллионов рублей. За должность перед Сочи Теплоэнерго, за поставленную в тепло и горячую воду 379 миллионов. Кто может объяснить, куда разница исчезла? Специалисты из Края приняли решение, что до 10 октября Сочи Теплоэнерго должно максимально эффективно поработать со своими должниками и представить программу дальнейшего погашения имеющейся задолженности. Сегодня нужно находить какие-то новые условия. Сегодня в мире столько разработок, столько технологий. Я проводил пример различных областей Российской Федерации, которые привлекают корейские компании, которые берут наши технологии, очень много разработок наших новейших, там, с оборонки и так далее, которые можно было заменить и удешевить затратную часть. То есть расход, допустим, энергии газа на выработку тепла и горячей воды намного дешевле. Можно было минимизировать не такой монстр, как Сочи Теплоэнерго, а сделать мини-котельный по районам. В течение двух дней общими силами специалисты должны выработать антикризисный план. Коллеги сочинских депутатов из Законодательного собрания края пробудут в Сочи до окончательного решения проблемы.